Как вы относитесь к идее обязать выпускников-бюджетников работать по распределению в государственных учреждениях? Отрицательно. Почему? Ну, потому что, ну, если нас, как геологов, пошли в госучреждения, то это, в общем-то, неплохо. А вот что остальным делать людям, которых не в Газпром отправят работать, а куда-то в другое место им, я думаю, не очень понравится. С одной стороны положительно, с другой стороны отрицательно. Положительно, почему? Потому что, как бы, у всех будет место, где можно будет работать, но это будет, с другой стороны, это будет обязательство, которое нужно будет выполнять. И, как бы, нарушение своего рода свободы, наверное, в каком-то плане. Вы знаете, я сама из Беларуси, у нас такая практика практикует, ну, такая практика есть, и не очень отзывы от этого, ну, то есть, как бы, да, работа есть, но... И не очень довольны, потому что бюджетные организации, они не всегда намного оплачиваемые. Ну, в целом нейтрально, наверное. Это удобно, потому что им нужно будет искать место работы. Я думаю, это ужасно, потому что не оставляет никакой свободы выбора для студента, который 11 лет учился, учился в школе, потом поступил на бюджет, тут тоже трудится, чтобы не вылететь. И после этого еще идти работать на босс-учреждение, ну, это как-то сложно для понимания. Мне кажется, это плохо. Я считаю, что это нечестно, потому что я должен сам решать, куда я пойду. Смогли бы вы возместить государству стоимость обучения? Ну, давайте посчитаем. 350 тысяч – это за год. 6 на 350, но как-то много. Я не потяну. А, нет. Скорее, нет. Это тогда, получается, не очень бюджетное образование. Не очень бюджетное образование, скорее контрактное. Ну, вообще, как вот, мне кажется, это правильно, потому что нас вот государство бесплатно обучает, ну, и мы можем как-то даже долг отдать, получается. Костя, в армию идти? Вот, в армию идти. Нет. И не все студенты себе смогут это позволить. Ну, возможно, смогу когда-то, взяв кучу кредитов, вот, вдобавок к своей ипотеке, может быть, что-нибудь получится.